Юбилейный пятый съезд Общенациональной Ассоциации Территориальных Общественных Самоуправлений прошел в Москве. Обсудить проблемы и развитие ТОС приехали активисты из разных уголков страны. В программе съезда дискуссионные площадки и круглые столы. Обсуждали развитие ТОСов на селе, привлечение молодежи, разрешение конфликтов в сообществе граждан и даже международную деятельность. Есть возможность пообщаться с нашими зарубежными партнерами, обменяться опытом, и наладить связи, взаимоотношения. Это, мне кажется, очень важно для всех русскоязычных общин, которые находятся за рубежом. Своим опытом работы поделились и активисты региональной ассоциации ТОС. Ульяновцам есть чем гордиться. На данный момент в регионе зарегистрировано 376 территориальных общественных самоуправлений. Их деятельность не ограничивается только благоустройством. Общественники помогают многодетным людям с ограниченными возможностями, пенсионерам. Организуют праздники в своих микрорайонах, в том числе и спортивные состязания. В общественную работу подключают и молодежь. Составляю отчеты для контакт-центра, создаю различные объявления и веду интернет-деятельность поселка. Я помогаю своему папе, мне нравится эта деятельность. И я очень хочу, чтобы у нас поселок стал лучше. За хорошую работу Дарью наградили благодарственным письмом. Отметили и работу Данила Шувалова из ТОСа «Мостовая Слобода». В пандемию парень разносил продуктовые наборы, хлеб и лекарства пенсионерам. Я видел, как пожилым людям трудно получить какие-то определенные медикаменты или продукты. Я занимался их доставкой или какой-то определенной помощью. Также ТОСовцы рассказали об оказании социальных услуг населению. К примеру, в некоторых самоуправлениях работают пункты здоровья. Местные жители могут бесплатно проконсультироваться с медиками, не выезжая в поликлиники. На мостовой пошли дальше и открыли свою пекарню. Хлеб раздают малоимущим и пенсионерам. Обо всем этом ульяновцы рассказали на съезде. В вашем регионе территориальному общественному управлению уделяется большое внимание и на местном уровне, и на региональном уровне. Выстроены системы и стимулирования, и финансирования. Одна из передовых, так скажем, систем работы с ТОСами в России. Итогом съезда стало утверждение стратегии развития ТОС до 2030 года. В документ включили и предложение ульяновцев.